Доброе утро! У нас закрыт сезон жидкой воды. Пора ловить живца. Ура! Я открываю сезон живца. Сейчас я покопаю червячка. Я его с осени запасла, когда картошку копала. Ну и поеду еще, в принципе, попробую половить на летнюю удочку. У нас есть теплая речка, она не замерзает, ну где-то до середины ноября. И там у нас тусуется маленький живец. Пойдем посмотрим, что у меня получится. В этом волшебном ведерке я запасла червячка. Вот видите, какие жирненькие. У нас тут относительно прохладное место есть. Вот и сейчас буду собирать с десяточек, я думаю, червячков мне хватит на рыбалку с заживцом. Как ни крути, я пришлось взять большую волокушу. Тут и оборудование для съемки. Два ведра, даже три. Удочка, которая мне от дядюшки осталась. Самара самая, самая ловчая. На ней стоит обычный крючок. Вот такой вот. Будем насаживать червячка ловить. И вчера я собрала вот тут, наверное, мормышка. Попробую, как тут мормышка. Надеюсь, что вес этой мормышки хватит для вот этого. Точнее, не превысит технические возможности поплавка. Ну, посмотрим. В общем, айда со мной. А, ну и пачка червей. Куда ж тут без них? Айда со мной. Сейчас будем спускаться. Что-нибудь поговорим интересненького. Ну, в общем, пошли на рыбалку. У нас четвертый день зимы. Выпал снежок. Многие озера уже встали. Даже 3-4 сантиметра льда. Супруг вернулся с рыбалки. В общем, говорит, все. Можно открывать жерлицы. Сегодня, наверное, будут перебирать, готовиться. Ну, вы сами видите, вот такой вот у нас уже снег. Мороза, наверное, минус 8. Я что-то ехала мимо табло. Даже не посмотрела. Вот. Ну, в целом, собралась я на рыбалку наконец-таки. Очень давно вас не видела. Давно не снимала себя. Вот в предвкушениях на рыбалку. Уровня воды у нас нету. Тот год уходили с очень низким уровнем воды. Ну, и в этом году не прибавилось. Не знаю, виной тому потепление. Вот. Но, соответственно, воды нету. Рыбки тоже в этом году будет не очень. Но, тем не менее, мы, рыбаки, не отчаемся. Не все бывает хорошо, не все бывает гладко. Вот. Будем, значит, ловить меньше. Ну, а так, идемте со мной. Места у нас очень красивые. Ой-ой-ой. Тут прям такие буераки-буераки. Боюсь. Боюсь поскользнуться. Еще не привыкла ходить в зимних, на зимних шипах. Да, речка у нас еще эта тепленькая, не замерзла. Повторюсь, она замерзает где-то в середине ноября. Начинаются сильные морозы. И сразу же эта речка тоже покрывается льдом. Мы тогда уже берем. Мы становимся поклонниками бура. И, мерзнув, мы добываем рыбку. Так. Ну что, друзья, утепляюсь. Спешу на рыбалку. Едет позади тарактит волокуша. Смотрю, еще наша эта речка маленькая не закрылась. Так что летняя удочка пригодится. Ну, со мной червячки греются. Я взяла варежки, потому что, наверное, минус 8. Ну, так потеплее оделась, потому что я мерзляк. Ужасный причем мерзляк. Одеваюсь всегда, как капуста. Ну и спешу, конечно, с хорошим настроением на рыбалку. В этом году у нас опять очень мало воды. Либо виноваты тому климатические изменения, что потеплело. Позавчера были в Нягоне. Там поднимают вопрос, может быть, не стоит заранее взрывать лед на больших реках. Там Иртыш, Ор. Вот, может быть, тоже как-то влияет и на поголовье рыбы. Ну и в целом, то есть не успевают соры наполняться водой. Ну, в общем, на то экологи, чтобы размышлять, как помочь нашей природе. И, ну, в общем, сохранить биологические ресурсы. Ну, а мы будем добывать живца. Также бережно его сохранять, везти на рыбалку. Вот, ловить рыбку. Ну, а я, конечно же, ловлю себе хорошее настроение. Айда со мной, не хвоста, не чешуи, да? Не хвоста, не чешуи. Едем, едем, тарахтим. Вот наш ручеёк. Природа засыпает. Даже птичек не слышно, самое удивительное. Обычно птички поют, потому что, наверное, не очень холодно. Мужики уже некоторые выезжали на первый лёд. 3-4 см на некоторых озёрах неглубоких. В общем, отчаянные рыбаки рискуют. Кто рискует, тот и рыбу ест, тот и рыбу ловит. Так что у нас уже есть люди, которые отважились и открыли первый лёд. Начало жирничной рыбалки. Конечно, не стоит забывать о безопасности на льду. Но когда азарт, многих даже и опасности не останавливают. Ну что, друзья, остановлюсь пока что здесь. Посмотрю. Тут обычно как бы неплохо всегда было. Меленько. Ну, посмотрим. Айда готовится со мной. Достаём червячков. Что? В... ... ... Продолжение следует... 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 когда она клюет зачем она клюет и почему она клюет и от чего она самое главное не клюет до катушкой конечно это все быстрее главное не рыбалка главном это вот ну что одеваем сейчас посмотрю насколько рабочий у меня этот поплавок с этой мормышкой потому что он тонет я тут зря это все дело мучаюсь вместе посмеемся потом в общем вот вы такие червяки давай нацеплю на мормышку кто его знает может быть и на мормышку пойдет иногда же бывает чудеса какие-то такие случается может нужно было за мужчинами и детьми поехать за парышем я почему-то решила что червяк это выигрышный момент так ну ладно что там не хвоста не чешуи да так делают профессиональные рыбаки ну что забрасываем так ну клюет вроде сразу не знаю вот вам видно он там что-то там позарилась на него тут же причем позарилась попробую глубину чуть чуть меньше сделать да тут течение есть небольшое бьет конечно да хорошо оба ух оку представляете да мормышка конечно для хищной рыбки наверное сразу я охотился на этого червячка да и ёрш в общем эту мормышку не пойдет мормышка потому что будет садиться только хищная рыбка эх я тут думала сейчас на ловлю ну ладно тогда берем нашу свою прежнюю водочку крючок и пробуем ловить вот такая миленькая миленькая прям конечно все года бы я такую даже не брала да и не ловилась тут она такая на прошли те времена когда тут много рыбы было ну вот вроде четко льет может и фразу перед ледоставом вот так вот вот эти дети кто-то тут кто-то тут побежал жевать моего червяка ну давай 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 клюй как птички стали петь может и рыбка проснется покрупнее оба и ёршик вот такой проснулся ёрш еще маленькая нырочка раз пока ничего нету пускай будет хоть такое ёрш вот пошло 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 повело вот ёрш опять видите ёршик вот он царь ханды да ёршик он видите кушал и сидит сели червяка будем надевать прям так быстренько быстренько тюк 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 и скушали так а куда же я делала червяка своего так о я его решила заморозить наверное так о червяк каждого уже наверно поотрывала с каждой у каждого кусочек оторвала так ну-ка ты ну ладно давай иди сюда что-то все они перемешались всех поплевала ой так сюда прячем тут теплее так сейчас опа выпадает так надеюсь что ему не больно сколько всякой дичи происходит короче мир такой жестокий так ладно вот надели короче бросай ну-ка скрысили все быстренько пальчики кто за меня чтобы не поймался нормальный живец лиха так ловим на крючок поплевали видите это потому что я поплевала вот кто там кто там опа и не потекло кто там такой прожорливый рыбачить когда вот такая вот не рыбалка ну что друзья обманула меня сегодня рыба не хочет никак клевать время пол третьего побегу я домой раз десяточек маленьких поймала нырочек вот даже без аэратора их можно держать будет вот надо ждать потепления может быть тогда рыбка начнется живец начнет клевать сейчас вам покажу в ведерке что-то у меня получилось ой не знаю видно вам не видно вон там вот это мой сегодняшний живцовый улов хваста вот так вот бывает всем ребята ни хвоста ни чешуи держите за меня кулачки до следующей рыбалки а она не за горами